Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Одни не представляют, как можно по-другому. Другие за два с половиной года от нее устали и хотят работать в офисе с коллегами. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно. Четыре из десяти таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от дистанционного формата. Удаленная работа предполагает труд вне стационарного рабочего места. Контакт с начальством и коллегами осуществляется через интернет. Дистанционная работа бывает нескольких видов. Постоянная, когда работник все время работает дистанционно. Рабочих дней в офисе у него нет, и стационарного места тоже. Временная, когда офисного работника на срок до полугода отправляют работать домой. В это время у него нет обязанности ходить в офис. И периодическая, когда удаленка и работа в офисе чередуются. Мы решили узнать, как относятся тверичане к дистанционной работе. Отлично. Пробовали сами работать в таком формате? Нет, не удавалось. Хотел бы. Вот на ваш взгляд, плюсы и минусы? Плюсы, что не надо здесь дома выходить. Деньги просто предполучать. Я по-разному работаю. Как удаленно, так и, собственно говоря, в ручной. Ну, какой формат больше привлекает? Да без разницы. Ну, плюс то, что она удаленная. Можно чай пить и не одеваться, собственно говоря, презентабельно. Опять же, все от работы зависит. Минусы в плане именно выполнения. Не всегда это делать все вовремя. Всегда нужно контролировать процесс. Если это какая-то, допустим, важная работа. Я не знаю насчет удовольного. У удаленного я очень работаю. Очень положительно. Это очень удобно. Когда ты работаешь из дома, тебе никто не мешает. И можешь в любое время отдохнуть. Вы пробовали удаленную? Нет, но планирую. Удаленно, конечно. Гиппи график. Можно работать сколько хочешь. Там по времени приспособиться. Постоянно так бывает. Ну, и просто удобно. К удаленному? Да. Хорошо. Вы пробовали? Нет, но хочу. Пока в декрете хотелось бы. Ну, плюс дома находишься. В принципе, там, кофеечек себе можно. Обед, когда тоже захочешь, я думаю. Ну, минусы. Я даже не знаю. В связи с этим важно понять, во-первых, как правильно оформлять дистанционную занятость по новым правилам. Во-вторых, чем руководствоваться при выборе формата дальнейшей работы. Дистанционную форму работы можно оформить следующим образом. Трудовым договором, когда принимают нового сотрудника и сразу оговаривают удаленный формат. Дополнительным соглашением к трудовому договору, когда об удаленке договорились уже в процессе работы. И приказом о переводе. На случай распуска по домам в какой-то опасной ситуации. Например, пандемии. Но не стоит забывать, что есть огромное множество профессий, которые требуют постоянного присутствия на своем рабочем месте. Например, врачи-хирурги, водители городского транспорта, патрульные полицейские, дорожные рабочие и тому подобное. А в других ситуациях выбор остается за вами.